Всем привет! Сегодня у нас будет обзорчик игровых наушников от новой для меня компании Plextone называется. Они у нас вроде выглядят как и беспроводные. Это у нас причем, кстати, гарнитура, но при этом они внутриканальные и проводные и игровые. Не знаю, мне кажется, должно быть что-то офигенное. Тут якобы прям очень крутой какой-то мотор вибрирующий стоит и в общем-то должно быть прям супер-супер. Что касается характеристик, они у нас здесь 10 миллиметровые драйверы стоят. Ну, в общем-то, это ничего такого необычного. Что же у нас здесь по комплектации? Ну, во-первых, сами наушники, как вы видите, они у нас на таком плоском зеленом. Не сказал бы, что это силиконовый провод, но такой мягенький, довольно-таки мягенький провод. Здесь у нас Г-образный разъемчик, джек. Для кого такие наушники подойдут? Ну, скорее всего, для тех, у кого игровой ноутбук, потому что для стационарного компьютера, наверное, это не очень будет вариант, но при этом они подумали о том, что вы будете на стационарном, захотите на стационарном поиграть. Здесь есть вот такой переходник на два джека, то есть отдельный микрофон, отдельно, тут они подрисованы, кстати, отдельный микрофон, отдельно наушники, я не знаю, будет видно, не будет, и переходит это все в одну вот такую, один приемник. Его можно будет удлинить с помощью вот такого кабеля, здесь дополнительно еще лежит кабель на 90 сантиметров, то есть он реально нормально, длинненький, то есть его вставляем сюда, есть, и потом уже в него добавляем вот этот наши наушники, то есть, ну, такая схема, конечно, то, что у вас будет два стыка, это не очень хорошо, но я думаю, все будет отлично. Я как раз буду играть на стационарном компьютере, буду тестировать это все дело, и, наверное, попробую на маке тоже во что-нибудь поиграть, посижу. Что у нас здесь? Здесь у нас вот такое вот, такое офигенно здоровое ухо, получается, здесь у нас микрофончик, он у нас такой гибкий, что позволит, наверное, хорошо тиммейтам вашим слышать, как вы с ними разговариваете, вставляется все это вот таким образом, то есть это у нас левое ухо, это у нас правое ухо, вот так вот, оп, в ухи вставили, вот этими резинками зафиксировали, при этом резинки у нас идут в комплекте здесь под другие размеры ушей, и также, конечно же, амбушюры идут, кстати, прикольно, не сразу заметил, но в комплекте идут не только резиновые силиконовые амбушюры, кстати, есть еще такая, давно не встречал такие вот зажимчики, которые можно зажать на футболку, там, рубашку, и чтобы у вас кабель этот не болтался, но здесь еще в комплекте, смотрите, идут вот такие зеленые, они у нас вот так вот могут делать, то есть вы их сжимаете, вставляете в ухо, они вот так вот разжимаются и принимают форму ушей, то есть они дают вам герметичность в ухе, что позволит вам добиться такой шумоизоляции, например, как на накладных наушниках, и это тоже, в общем-то, хорошо. Их я, кстати, очень прям хочу протестировать, мне это очень интересно. Так, второй. Единственное, они у нас только одного размера, хотя я думаю, они должны быть, наверное, нескольких размеров, но в комплекте только одни. Здесь, я так понимаю, что моторчик, здесь у нас драйвер, и все это должно вибрировать как-то и очень прикольно звучать. Здесь у нас есть кнопочка приема звонка, здесь плюс-минус бегунок громкости, то есть он прям вот именно бегунок такой, насколько перемещаем, настолько у вас громкость увеличивается, и кнопка выключения-включения микрофона. Поиграл несколько часов в этих наушниках, поставил именно вот эти амбушюры, которые принимают форму вашей ушной раковины, и, слушайте, они мне понравились, они прям хорошо так распрямляются в ухе, и держат внешние звуки в недосягаемости вашего уха, и это, мне кажется, прикольно. Что касается звука, звук в наушниках немного необычный, наверное, из-за того, что здесь вот эти вибро-моторчики стоят, вибраций каких-то прям в уши я не чувствовал, но звук прикольный. Вот, единственное, мне кажется, немного не хватает басов. Но это вот прям, ну, звук это всё-таки вкусовщина, играть в них реально комфортно, удобно, ничего не мешает. Я думал, вот этот микрофон, ну, из-за того, что он на такой вот, наверное, железной какой-то, да, пружинке вот этой, он будет мешаться или будет перевешивать, нет, всё хорошо держится. Вот эта штука упирается в ухо, причём вот эта резинка вообще абсолютно никак не чувствуется, но, видать, она делает своё дело, и если уши сами и выглядят так громоздко, то сидят в ушах, они хорошо. Что касается вот этих переходников, я, в общем, всё соединил, чтобы всё было, использованы все вот эти соединения, чтобы звук был сам, наверное, фиговый, потому что, ну, каждое соединение, это, ну, нехорошо для звука. Но вполне нормально. Слушайте, послушал музыку, наверное, минут 30, и поиграл минут часов, часа 3, наверное, я проиграл. И, в общем-то, прикольно. Есть разграничения, левое, правое ухо, то есть вы слышите, конечно, где там, когда к вам слева подходит, справа подходит. Единственное, здесь нет вот этой функции какой-нибудь там 5-1, да, чтобы вы прям чётко слышали, что вот там человек идёт, или тут идёт, или где-то там. То есть, ну, здесь такого нету, вы просто можете слышать либо справа, либо слева шаги, например. Ну, на примере шагов, да. Поиграть можно. При том, что цена у этих наушников очень даже адекватная, маленькая, так что ссылочка, как и всегда, под видео. Наушники реально рекомендуют для покупки, если у вас игровой ноутбук. Для стационарного компьютера, ну, наверное, есть смысл рассмотреть что-то наподобие 7.1 или 5.1, да, ну, или псевдо 7.1, то, что уже по блютусу идёт, и там более, наверное, качественный звук будет, ну, по крайней мере, для игр точно будет лучше. Вот. А так мне понравились. Всем пока.